Как спастись от комаров? Чем опасны арбузы? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Адалина Абдрахманова. Регистрация на всероссийский конкурс «Твое дело, молодой предприниматель России-2023». От Росмолодежь бизнес продолжается. К участию в нем приглашаются студенты и сотрудники Казанского федерального университета в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки на участие принимаются по двум лигам. «Молодой предприниматель России и молодежь с идеями» до 31 июля. Конкурс направлен на популяризацию предпринимательства среди молодежи, выявление и распространение успешных бизнес-практик, а также усиление региональных бизнес-сообществ. Участники смогут защитить свой бизнес-проект, обрести федеральную информационную поддержку и найти новых партнеров среди лучших специалистов страны. Без чего невозможно представить летний вечер за городом. Тихий шелест листьев, легкие порывы ветра и насекомые. Мухи, комары, муравьи и этот список можно продолжать бесконечно. На помощь нам приходят средства от насекомых. Но если они убивают их, могут ли они как-то навредить людям и домашним питомцам? Мухи, комары, клещи. С приходом тепла эти насекомые активизируются. Они могут быть переносчиками опасных заболеваний. Чтобы обезопасить себя и свое жилище, люди используют различные средства. Чаще всего это спреи, спирали и фумигаторы. Многие из них просто отпугивают насекомых. Такие средства называют репеллентами. Но как же они работают и могут ли быть опасны? Самым распространенным веществом, которое используют производители, является ДЭТа. Мы привыкли говорить, что репелленты отпугивают от нас насекомых. На самом деле, как такового отпугивания не наблюдается. Более правильно говорить, что в присутствии ДЭТа мы становимся замаскированными от насекомых. То есть, по сути говоря, это средство маскирует нас от насекомых. Как объясняют специалисты, ДЭТа влияет на насекомых как анестезия. Благодаря воздействию они попросту не могут выполнить свою функцию. В случае с комарами – выпить вашу кровь. Говоря о выборе средства, эксперты рекомендуют ориентироваться на окружающую вас обстановку. Если вы находитесь в комнате, то лучше всего подойдет фумигатор, поскольку в помещении он сможет равномерно распределить испарение. На природе более эффективны браслеты и спреи. Но здесь также важно отметить, что любое средство необходимо использовать осторожно. Оно может навредить. Они могут вызывать и мутации, влиять на здоровье, вызывать аллергию. Поэтому необходимо использовать репелленты не более пяти часов. Чем меньше, тем лучше. Поэтому увлекаться не надо. Но при необходимости используем небольшое количество часов с наибольшей эффективностью. Чтобы избежать негативных последствий, многие обращаются к народным методам. Отправляясь на природу, предварительно стирают одежду дегтярным мылом, едят сырой чеснок, обмазывают открытые участки тела рыбьим жиром или эфирными маслами, лавандой, геранией или эвкалипта. Комаров, кстати, также отпугивает запах базилика и полыня. Но если использование репеллента все же не избежать, вот вам несколько советов по их безопасному применению. Если вы использовали репелленты в комнате, то не забудьте потом обязательно проветрить помещение. А если вы используете репелленты в виде спреев на природе, то используйте такой репеллент, который помимо действующего вещества, например, ДЭТа, еще содержит противоаллергенные, противовоспалительные вещества, чтобы внезапно не началась аллергия и можно было снять все воспаления. Эксперты не исключают, что с течением времени насекомые научатся справляться с влиянием ДЭТа. И придется искать новое вещество для защиты. Ну а пока это самое надежное оружие в борьбе с насекомыми. Но не забывайте, надежное не значит безопасное на 100%. Маргарита Михайлова, Универньюз. С наступлением лета арбузы становятся частью рациона многих людей. Они уверены, что август – это сезон, в котором просто нет места химии и нитратам, ведь сочные ягоды уже в состоянии созреть самостоятельно. Однако эксперты утверждают, что риск отравиться есть всегда. О том, как не попасть в больницу и что еще нужно знать об арбузах, расскажем в следующем сюжете. Все чаще стали поступать жалобы на отравление арбузами. По словам врачей, причиной арбузного отравления чаще всего становится неправильное хранение и употребление бахщевых. Разрезанный арбуз, как правило, на несколько часов, а то и на сутки двое оставляют на столе, а этого делать категорически нельзя. Сладкая и влажная мякоть в теплой комнате – это идеальная среда для размножения гнилостных бактерий. По этой же причине медики не советуют покупать половинки арбузов и плоды с вырезанными кусочками или с поврежденной коркой. Туда могут проникнуть сальмонеллы, а они приводят к тяжелому инфекционному отравлению. Разрезанные арбузы и дыни нельзя хранить при температуре выше 10 градусов. Прежде чем нарезать корку, ее нужно тщательно помыть с мылом, причем желательно не один раз. Купил я арбуз в своем ларьке недавно, в который хожу достаточно давно. Но решил взять себе половинку, как обычно, взял с семьей. Но спустя 3-4 часа понял, что становится похуже, очень кружится голова, начинает подташнивать. Спросил у семьи, все ли нормально, сначала даже на арбузы не подумали. Но затем я обратился к врачу, они у меня уточнили симптомы, спросили, что я ел. И после того, как они узнали, что я перед этим ел арбуз, они мне сказали, что в принципе я не первый. И такие случаи уже давно имеются. То есть это не первый случай у них в практике за даже сегодняшний день. Я купила арбуз в обычном супермаркете, подумала, что в этом ничего такого не будет, так как сейчас сезон и они должны быть без химии. Внутри он мне также показался совершенно обычным. Но через несколько часов я поняла, что что-то пошло не так, у меня закружилась голова и поднялась температура. В интернете я прочитала, что это признаки отравления и поняла, что скорее всего это связано с арбузом, так как ничего в этот день, кроме него, я больше не ела. Когда приехала скорая, мне сказали, что действительно отравилась, и в этот день помимо меня еще несколько человек отравились арбузом. Помимо витающей в воздухе опасности, арбуз действительно содержит в своем составе витамины группы В, аскорбиновую кислоту, железо, магний, углеводы и ликопин. Природный антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Арбуз хорошо утоляет чувство голода и жажды, нормализует моторику кишечника за счет содержания пищевых волокон. Благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, мочеводелительную систему и восполняет дефицит микроэлементов. Конечно, есть нежелательные комбинации продуктов питания с арбузами и дынями. При этом они традиционная часть летнего стола. Не смешивайте их с маринованными и квашенными продуктами, крупами и картофелем, молочными, мясными продуктами и алкоголем. Эти плоды десерт, и лучше всего их есть через 2 часа после еды или в первой половине дня вместо второго завтрака. А чтобы получить максимальную пользу и удовольствие от арбузов, в день рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов бахчевых. Арбуз – отличный источник ценных витаминов, и он обладает многими полезными свойствами. Доказано положительное влияние употребления арбуза на функционирование нервной системы. Арбуз утоляет чувство жажды и голода, нормализует моторику кишечника. В арбузе содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, железо, магний, растительная клетчатка. Несмотря на очевидную пользу, в слишком больших количествах арбуз есть не стоит. Главный вред от арбуза – это высокое содержание сахара. Ягода имеет достаточно большой гликемический индекс – 76. Это значит, что уровень сахара в крови будет повышаться быстрее, чем при употреблении продуктов с низким гликемическим индексом. Особенно стоит быть внимательными людям, которые страдают диабетом. Ликопин, которым богат арбуз, может нести и негативный эффект для здоровья, если сильно превышать рекомендуемую дозу в 20 мг в день. В зависимости от сорта и региона выращивания арбуза, такой объем ликопина будет содержаться в 250-800 г продукта. Среди побочных эффектов отмечают аллергические реакции, тошноту и низкое кровяное давление. Случай отравления арбузом – не редкость. Опасность ранних арбузов состоит в том, чтобы ускорить созревание, их растят под пленкой. Так достигается нужная температура. Арбуз становится спелым уже через 2 месяца после посадки, к середине лета. Но за столь короткое время сладкие ягоды не успевают избавиться от накопленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях, необходимых для роста. И в ранних арбузах концентрация нитратов может превышать безопасную норму в несколько раз. Другая опасность, которую таят в себе уличные арбузы – их способность впитывать вещества из воздуха. Поэтому ни в коем случае нельзя приобретать арбузы у дороги, на оживленных трассах. Обнаженную мякоть впитывает токсины в несколько раз быстрее, поэтому недопустимо покупать разрезанные. Хороший арбуз – сладкий и хрустящий, должен искрыться при срезе. При выборе арбуза стоит обратить внимание на несколько признаков. Размер, форма и цвет ягоды, толщина и целостность корки и насколько сухой у арбуза хвостик. Конечно, многое зависит от сорта ягоды. На прилавках можно найти круглые или вытянутые ягоды с косточками и без отцвет мякоти. Может варьироваться от привычного розово-красного до светло-желтого. Однако по этим признакам можно вычислить хороший арбуз независимо от его сорта. Принесенный домой арбуз обязательно нужно промыть в проточной воде. После этого необходимо положить арбуз на стол и дать ему самостоятельно высохнуть. Также отравление может наступить от арбуза, который в результате нарушения целостности и длительного или неправильного хранения накопил вредные микроорганизмы. Мякоть арбуза содержит большое количество питательных веществ, в том числе легко усваиваемых сахара, которые являются прекрасной средой для микроорганизмов, вызывающих брожение. Таким образом, всегда нужно быть осторожным и осознавать, насколько опасным может быть на первый взгляд безобидный арбуз. Главное – соблюдать мир и предосторожности. Тогда эта ягода не станет для вас серьезной проблемой. Елизавета Газизянова, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. Культура Татарстана славится не только своей кухней, легендами, историей, но и музыкой. Сейчас молодое поколение все больше старается внести в привычные мотивы любимых песен новый взгляд. Далее я расскажу о новой группе, которая продвигает молодежное направление на татарской эстраде. Сложные вокальные постановки, инструментальность, мелодичность, национальные мотивы – все то, что когда-то считалось отличительной чертой татарских песен, сейчас не пользуется популярностью среди молодежи. Однако у татарской эстрады появилась новая ветвь развития – «Глоток свежего воздуха» для слушателей песен на родном языке. Первая в Татарстане группа «Парни», которая сочетает в себе татарскую культуру, современность и хип-хоп. Идея о создании первого татарского бойс-бенда пришла в 2018 году в студии «Продвижение». Когда мы создавали такую группу, хотелось, чтобы это было стильно, модно, молодежно, с таким современным звучанием и, соответственно, современной подачей. Хараж, что в переводе означает «взгляд». Такое название носит группа, которая меняет отношение молодежи к национальной музыке, а также популяризирует изучение татарского языка. Быть первыми в чем-то новом – это всегда ответственно и сложно. Однако ребят не пугали трудности. Идея – все, что было важно. Мне было очень сложно. Я пел, но никогда не танцевал, не умел и никогда не старался. Для меня это было вот прям… нужно было очень стараться. Но, наверное, из-за того, что было желание, и это видели и ребята, и руководители, что-то получилось. Открывать двери самым первым – это тяжело. Нужно найти ключи. И поэтому, что бы мы ни делали, мы сначала, так скажем, но немного боялись. Как это воспримут, как это не будет ли прям шквал хейта. Вокальные репетиции, занятия общей физической подготовкой, сложный и новый танцевальный стиль – вот малая часть того, с чем столкнулись участники группы. Фишка группы в том, что, исполняя песни на родном языке, важно сделать их актуальными для молодежи не только музыкально, но и танцевально. Тяжело было в том, что ты же больше танцевал, а когда ты совмещаешь танцы и вокал, тяжело, просто неудобно. Ну, это тоже как привычка, потом ты уже нормально. Да, было посложнее, потому что у нас и динамичные танцы есть. Ладно, я привык там с детства уже петь вокально, просто выходил тоже на сцену, пел. А здесь еще плюс танцы. И еще надо понимать, что ты в группе, не один. Помимо своих сольных, песнь «Караж» обращает внимание молодого поколения на артистов, которые уже давно на вокальной арене. Так у группы вышел ряд совместных композиций с такими певцами, как Айдар Галимов и Домира Саитова. У нас родилась идея, то, что через... Ну, много же народа, которые не понимают по-татарски, особенно молодежь, и старшее поколение говорит, «Учи татарский, учи татарский». Ну, таким методом не особо научишь людей и не особо заинтересуешь, так скажем. И мы захотели, так скажем, соединить русский и татарский, чтобы там молодежь начала, ну, интересоваться как минимум. Сейчас ребята продолжают заниматься любимым делом, выпускают новые песни, проводят концерты, а самое главное набирают свою аудиторию, которая поддерживает творчество татарской группы, которая старается изменить взгляд на татарскую эстраду. Аделина Абдрахманова, Никита Акиньшин, Универньюс. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok